В Центральном парке Заречного завершается укладка тротуарной плитки. Подрядная организация уже выполнила работы по обустройству инженерных коммуникаций, проведению электрических кабелей. Реновация парка идет активными темпами. В этом убедился глава Заречного Олег Климанов во время выездного совещания. Посмотрели, как идут работы. Подрядчик доложил, что вопросов у него никаких нет. Все работы ведутся в срок. Дал задание разработать дорожную карту по крупным элементам реконструкции парка, чтобы всегда было понятно, где мы находимся. Отстаем мы от графика, не отстаем мы от графика. На сегодняшний день все в графике. Я надеюсь, что этот темп подрядчик выдержит. Реконструкция Зареченского парка культуры и отдыха началась в апреле этого года. По проекту обновится центральная часть парковой территории. Здесь уже не осталось старых аттракционов. Их демонтировали. Место качелей-каруселей займут современные игровые и спортивные площадки, прогулочные зоны. Практически на всей территории, которая сейчас огорожена и подлежит реновации, практически на всей на ней ведутся работы. Просто с той или иной степенью интенсивности, но это уже по возможностям подрядчика. Ведутся работы по устройству площадок. У нас есть здесь спортивная площадка универсальная, площадки для установки теннисных столов и площадки для размещения воркаута. Кроме того, уже оплачено оборудование для установки малых игровых форм, частичная оплата, чтобы запустить в работу изготовление их и оборудование бассейна. Большая часть работы по реновации центрального парка финансируется из федерального бюджета. Это стало возможным благодаря победе Заречного во всероссийском конкурсе, проводимом Минстроем России. На обновление парковой территории городу выделено 85 миллионов рублей. Реконструкция пройдет в два этапа. На первом в парке появится сухой фонтан, игровые и спортивные площадки, фудкорт и многое другое. По проекту первая очередь работ по реновации должна завершиться до начала осени. Следующий этап обновления главного места отдыха зареченцев начнется в 2021 году. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».